Девушки отдыхают Невероятно долгожданная экранизация о нетипичном герое комиксов. Фильм расскажет о наемнике Уэйди Уилсоне, который в результате военных опытов приобрел сверхспособности к исцелению и окончательно потерял свой рассудок. Имея рейтинг 18+, фильм безусловно ограничил свою аудиторию, но несмотря на это он оставил главную свою особенность – нешаблонность и дерзкий юмор. Дэдпул является одними из самых интересных героев комиксов и по совместительству одними из самых ожидаемых фильмов 2016 года. Конечно, твиттер это святое, не торопись. Погоди минутку, покажи этой грымзе. Кто полезет к ней в трусы на выпускном – не жилец. В активном поиске расскажет о молодой девушке, желающей найти себе парня. Главную роль исполнила Дакота Джонсон, а роль ее распутной подруги – Рэббл Уилсон. Режиссер фильма – Кристиан Дитер, известный благодаря работе над сериалом «Турецкий для начинающих». Довольно интересный факт – это уже третья совместная работа актеров Дакоты Джонсон и Николаса Брауна. Эта комедия отлично подходит для поднятия настроения и приятного времяпрепровождения у экрана. Что объединяет мужчину и женщину? Определенное количество алкоголей. Четыре, пять. И если перебрала, то секс будет. Пять коктейлей, я пересплю хоть с тобой. Я слетая с катушек после 27 до 24, я сама к себе не притрону. У нас две истории. Одна о священниках-дегенератах, а вторая о адвокатах, которые превратили насилие над детьми в кустарную промышленность. Какую из них нам опубликовать? Одна точно пойдет в печать. Марк Руффало, Майкл Клиттон, Рейшел МакАдданс и другие. Я не псих, они контролируют все. И не только в Бостоне, во всей стране, по всему миру. В фильме речь пойдет о корреспондентах бостонской газеты, разоблачающих случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви. Мировой прокат картины вышла почти полгода назад. Заработала 15 миллионов сверх своего бюджета. Получила отличные отзывы и целых шесть номинаций на премию Оскар, в числе которых номинации на лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий. Следует отметить, что затрагивая серьезную тему, фильм ожидаемо получил рейтинг 18+. Картина основана на реальных событиях, чем и заслужила такое внимание. Они знали, и они это допустили. Это мог быть ты, мог быть я, мог быть любой из нас. В Центре Внимания События фильма развиваются в 1970-х годах во Франции. Уже немолодая пара начинает отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в тихом приморском городке. Фильм можно с уверенностью назвать семейной работой Анжелины Джоли и Брэда Питта, так как Анжелина является режиссером и сценаристом, а Питт в свою очередь продюсером данной картины. Мировой прокат фильм вышел в ноябре 2015-го и получил достаточно серьезную критику профессионалов. Обычным зрителям он также оказался не по душе, о чем свидетельствуют невысокие оценки, нейтральные или даже порой негативные отзывы. Лазурный берег В последнее время принято давать новую жизнь старым полюбившимся историям, и Алладин не стал исключением. Используя современный подход, режиссер Артур Бензакин представляет нам свою веселую вариацию на основе всем известной сказки. В фильме снялись не самые популярные актеры, но и цель его не в этом. Цель фильма – порадовать зрителя новым юмором, при этом используя уже готовую почву для работы. Из интересных фактов можно отметить, что саундтрек к фильму в русском дубляже был записан Филиппом Киркоровым. Фильм отлично подойдет для семейного похода в кино. Проведите пальцем, чтобы разблокировать. Каталадин запаролил ее. Я знаю, где взять код. На этом киноафиша заканчивает обзор этого уикенда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи на следующей неделе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok